Привет, меня зовут Анастасия. С Marketplace мне работаю уже полтора года. И сегодня я хочу вам рассказать историю успеха своего бренда на Wildberries. Но эта история началась только с третьей попытки. Первые два раза я не скажу, что были не успешными, они были обычными. Но сейчас тот самый момент, когда стоит рассказать, как я вышла в третий раз на эту площадку и как у меня получилось. Продолжайте смотреть, я расскажу, с каким ассортиментом я вышла, как я его подобрала, какая глубина, ширина и вообще, какой сейчас из этого результат. Смотрите, мой бренд Leo Home на Wildberries. Первый раз я начинала с деревяшками, второй раз подачный набор и третий раз сейчас. У меня чехлы для ноутбуков из фетра. Как я подобрала эту нишу, этот товар? Только исходя из своих потребностей. Мне необходим был чехол. Я сначала увидела друзей, потому что мне нужен тоже такой же, потому что я всегда в дороге, всегда ноутбук со мной. И мне нужно то устройство, тот хранитель моего ноутбука, чтобы удобно было носить в руке и при этом не занимало много места. Я купила. Спустя время мы пообщались с моей мамой и у нас вместе возникла одна и та же идея о том, что нужно вот это продавать на Wildberries. Я посмотрела, чехлов не так много. По себестоимости они недорогие. Если закупать в Китае, там вообще цена смешная. Но отшивать в России тоже не так дорого. Я хочу вам сказать об этом тоже. С чего мы начали? Модели. Честно, я вот в этом плане, такой себе творитель, разрабатывать вот такие варианты, это не для меня. Я вот могу посмотреть, что-то классное и классное, сказать зайдет, не зайдет. Ну, в силу уже своего опыта. А вот с нуля создать для меня немножечко сложно. Вот творчество в этой стороне у меня не работает. Поэтому моделями занималась моя мама. Я ей накидала варианты. Мы заказали с ней фетр непосредственно. Тут тоже была целая история. А, казалось бы, что тут найти? Но мы очень долго искали именно материал. Ладно, нашли. И она разрабатывала модель из трех цветов. Серый, черный и белый. В итоге получилось три модели. Вот эти три модели. И в долгожданный момент мы сделали поставку. В поставке было 37 товаров. Ну, всего 40, но так как мы фотографировали у каждой модели по одной штуке, их осталось 37. У нас было 10 белых часов. Чехлов, 14 на планшеты и 14 севых. Вот все. Три модели с глубиной 10-15. Это тот оптимальный вариант, с которым стартовать можно. И дальше продавать, зная, что делать, учитывая, что вы в ближайшее время, в течение ближайшей недели сможете сделать поставку повторную. Вот это нормальный оптимальный вариант. Если есть больше, классно. Если нет, ну, можно обойтись этим, чтобы именно протестировать нишу. Скажу вам сразу, тест прошел услышно. Так вот, протестировали нишу, вывели товар. Какой результат теста? Заказ был в первый день. Вот, вот скрин. Серьезно. Вы можете не поверить, но товар появился и через 2 часа пришел первый заказ. Я нигде еще не рекламировала, я только после этого рекламировала, а до этого нет. Вот сила. Но хочу вам сразу сказать, не ориентируйтесь, да, у вас первый час вступил заказ, что это будет такое постоянство. Продажи нужно поддерживать, заказы нужно поддерживать. Скажу вам честно, я выкупала у себя тоже сама. Но я под это разрабатывала вот именно глубину, чтобы был вариант мне самой у себя заказать, чтобы поддержать вот это вот постоянство. Что мы сейчас имеем? Мой товар на первой странице. У меня идут заказы каждый день. И спустя неделю у нас снова подставка. Вот в понедельник товар едет в таком же количестве, с новой моделью, но с учетом того, какие модели прошли в ближайшее время. Все. Здесь нет какой-то большой истории успеха. Нужно определить, что вам интересно, что интересны людям. То есть я шла из потребностей. Я не думала, а вот, наверное, там кто-то покупает. Я это покупаю, значит, я с этим выхожу на WildPay. Вот это лично моя стратегия. Все. Ну, а касательно остальных вариантов по глубине, по ширине, это только опыт, который уже больше полутора года, полутора лет. Вот как подробно выкупать, закупать, рассказываю себя на курсе. Он стартует 23 октября. Ссылка в описании. Переходите, смотрите, если вам хочется. Не буду сильно рекламировать. Просто знайте, что там работа со мной. Я рассказываю все свои секреты. Ну и пишу, конечно. Если вам хочется задать какие-либо вопросы, поговорить со мной, узнать что-то, пишите. Есть инстаграм, почта, телеграм-канал, где я часто делюсь информацией. А также вы можете почитать все мои статьи в Яндекс.Цене. Я надеюсь, вам было полезно это видео. Ну или не полезно, по крайней мере, оно вас вдохновило на то, что любой может стартовать с минимальным бюджетом. Скажу вам сразу, закупили мы фетра на 8000, плюс упаковка, плюс дополнительные расходы, ну 10-15. Вот весь старт. И он успешный. Я думаю, вот еще неделя, и мы окупим все вклады. А дальше уже идет заработок. Мы уже планируем закупать фетр других цветов. Спасибо большое, что посмотрели это видео. Мне очень приятно, что вы подписываетесь на мой канал, комментируете, ставьте лайки. Спасибо вам большое. И не бойтесь выходить на Вайлбриз. У каждого получится. Но у меня же получилось. И у вас тоже получится.